здравствуйте мои дорогие телезрители я очень рада встрече нашей и сегодняшняя тема она такая интересная пожалуйста посмотрите все сначала и до конца вот когда еще мы с вами и наши мамы и наши дедушки под стол пешком ходили вот тогда не было парников не было теплиц и и не было ничего такого что можно было бы холод от тепла отделить вы сейчас поймете почему я это говорю а был только навоз вот возили его телегами там да раздавали по блату по домам ну у всех были коровы и навоза было полно все делали теплые грядки ничем не накрывали рели там я мы сажали туда огурцы и все было хорошо но вы знаете все меняется так быстро что мы уже научились делать вот такие парники вот он до шифер вот они дуги мы это для нас уже все это все уже вчерашний день а вот то что лежит внизу для того чтобы это внизу это ботва это ненужные растительные остатки но приходит время когда мало того что землю которая сверху нужно оттуда всю убрать и снова заложить все вот эту вот ботву это адский труд просто но меняется все идет время меняются технологии меняются материалы и конечно вот сколько бы я не положила туда вот этой ботвы да она промерзнет она не не никакого тепла не принесет если честно все что сюда посажено на зиму было бы все бы замерзла естественно а весной мы ждем когда же все оттает когда же придет этот благословенный час когда мы все сможем посеять и посадить но земля холодная такая холодная что лопату туда не воткнешь и приходится накрывать пленками и долго ждать причем черными пленками вот посмотрите сзади меня стоит дом но кому не хочется что пол в доме даже зимой был теплый но кому не хочется чтобы потолок не промерзал чтобы натопив печь вы чувствуете от настолько комфортно что ну не знаю это же дача а кому не хочется чтобы стены были теплыми скажите мне пожалуйста а кому не хочется чтобы подвал был холодным а А скажите, пожалуйста, кому не хочется, чтобы подвал был холодный? Да всем хочется. Ну как это сделать? Вот в условиях вроде бы таких развитых технологий есть материалы, оказывается, которые держат температуру, их технические показатели от минус 260 до плюс 450. Они используются для изоляции каких-то в регионах, где сплошной мороз и вечная мерзлота. Они держат температуру. На космодромах используют такой же материал. Вы не поверите, насколько это просто и какой он недорогой. Вот знаете, хорошо, конечно, когда изоляция сделана вот таким слоем и вроде как оно не холодно. Ну а если вот таким слоем и оно не горючее? Хотите такой и недорогой? Да вот дослушайте мою программу до конца сегодняшнюю. Вы просто удивитесь, насколько это просто и насколько хорошо. И речь пойдет сейчас о пеностекольной крошке. Уникальное вещество. Вы такого еще не видели. И я вам очень рекомендую, чтобы вы не только посмотрели, но и задумались над тем, вот те вещи, которые я назвала, и дом, и потолок, и подвал, они просто будут вам благодарны. А вы на 50 лет забудете, что вам еще что-то нужно доделывать. Пеностекло – это материал будущего. Его применение в земледелии только начинается. В этом году мы провели опыты по применению материала при выращивании контейнерных растений, в частности земляники, и получили хорошие результаты. Хороший урожай – это ранний посев и высадка рассады. Но земля-то холодная. А чтобы сделать ее теплой, надо осенью отделить плодородный слой от нижнего холодного подстилающим слоем утеплителя основа. Это экологически чистый и химически нейтральный продукт, который обеспечит вам защиту от промерзания грунта. Он дышит и пропускает влагу, смешивается с удобрениями, защищает от грызунов и вредителей, служит не менее 50 лет, а цена за 100-литровую бочку – 300 рублей. Звоните по телефону 201-5454. Пеностекольная крошка – это основа вашего урожая. Субтитры создавал DimaTorzok